Перевел и озвучил Павел Лавдеев и YouTube-канал «Простая психология» при поддержке Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. У вас такая насыщенная карьера, вы встречались с таким большим количеством знаменитых психологов, и я знаю, что первые 10 лет своей карьеры вы провели, работая во психиатрическом отделении. Да, и вы опубликовали множество статей и в медицинских журналах, и в психологических журналах. Что вы думаете по поводу диалога с этой медицинской моделью, и давали она что-то вам, как исследователю психотерапии? Вообще, это хороший вопрос. Я думаю, что первые 10 лет моей карьеры, которые были проведены прямо в госпиталях, очень занятых госпиталях, в больницах с пациентами, с пациентами с очень серьезными психопатологиями. Я думаю, что это добавило широты и глубины в мой опыт. Я начал свою психологическую практику, ну тогда это называлось интернатура. Я прошел ее в двух местах, в последнем из которых был университет Брауна в Рот-Айленде, это медицинская школа. И у нас были интерны, которые дежурили в реанимации. И у них, например, появился опыт встречи с наиболее жесткими психопатологиями, а также опыт быстрого принятия решения посылать этих пациентов домой или все-таки оставлять их в больнице, если, например, они могли нанести вред себе или тем, кто рядом. И мне кажется, это очень важно для психолога, и мне кажется, что у меня было преимущество возможность стать уверенным в своих знаниях о полном спектре психопатологий, и возможность просто справляться со всеми этими ситуациями, а не бояться. Ну, например, когда некоторые зовут более опытного психиатра, если проблема выходит за границы. Я думаю, это очень важное качество для психолога, ну, по крайней мере, мне оно помогает. И также... Я никогда по-настоящему... Мы всегда работали очень хорошо с нашими коллегами-психиатрами в таких условиях, потому что мы стремились... Мы делали нашу клиническую работу. Мы стремились исследовать, и мы были очень сплоченными для того, чтобы достичь этой цели. Иногда мы получали гранты для исследования психологического лечения. Иногда мы использовали психологическое лечение совместно с медицинским и сравнивали их. Я думаю, каждый взял для себя что-то, что могло бы быть ему полезно. И вы знаете, мы никогда не упирались в какую-то эпистемологию, в какую-то группу взглядов или теорий. В основном же мы работали просто-напросто исходя из эмпирической модели. То, что вы говорите, действительно очень интересно, потому что сейчас в большинстве основных направлений психотерапии кажется подозрительным какое-то соединение различных моделей и теорий, которые вы тогда делали. И я знаю, что сейчас это уже считается нормальным процессом. Но если вы посмотрите с перспектив текущего года на то, что было тогда, как вы относитесь к интеграции медицинской модели в психологию? Это исторический рудимент? Или для этого есть какие-то причины? Или вы видите в этом какие-то конкурентные преимущества? Да, я думаю, что на самом деле эта проблема слишком раздута. В раннее время существовало несколько компонентов. Это была медицинская модель, и это очень туманный термин. И обсуждая эту проблему с коллегами, я заметил, что все имеют в виду что-то разное. В некоторых случаях они просто подразумевают лечение именно с помощью таблеток, ну или просто более органическое лечение, в оппозицию к психологическому. Но я знаю множество психиатров, которые проводили психотерапию и тоже при этом предпочитали эту модель. Правда в Европе, потому что в Штатах психиатров ну просто заставляли выписывать таблетки из-за экономических причин. И ты знаешь, по сути это является свидетельством. Свидетельством того, что я верю, что мы разработали систему психологической помощи. И эта система оказалась наиболее эффективной. У нас есть свидетельства, мы оценивали, сравнивали эффект от фармакологического лечения и от наших психологических интервенций. И они более эффективны. Они действуют дольше, намного меньше рецидивов. Ну ты знаешь, что тело, телесные системы просто адаптируются к лекарствам. Что в итоге и в конце концов приводит к тому, что у пациента не сохраняется долгосрочный эффект. Но безусловно, есть свидетельства и того, что лекарства бывают очень полезны. В частности, в случае с людьми с серьезными психотическими расстройствами. Но интеграция лекарств и психологического лечения, мы знаем, что способна удвоить эффект. Удлинить период времени между психотическими эпизодами. И это то, как мне всегда казалось, что мы и должны искать, каково лучшее лекарство для пациента, и что может помочь ему лучше всего. И мы должны рассматривать все, что базируется на какой-то хорошей теории и что имеет шанс помочь. И более того, я в этом уверен, что мы выучили и знаем уже в течение десятилетий, что психопатологии, с которыми мы работаем, организованы системно. И можно оказывать воздействие на отдельные части системы и тем самым повлиять на всю систему. Мы это использовали, и это то, откуда пришла медицинская модель. Например, мы пытаемся повлиять на ум, а он ничего не делает. Тогда мы влияем на наш мозг, и тогда меняется что-то в клетках мозга. И уже это приносит результат. Но и воздействие психологически, мы знаем, что мы меняем мозговые функции, но также и структуру мозга в дополнение к поведению и эмоциям. Ну и, конечно, если эффективны какие-то лекарства, они меняют не только нейробиологию, и, конечно, также влияют на наши эмоции и поведение. Но вопрос именно в том, какое сочетание является лучшим, особенно учитывая долгосрочные последствия такого лечения. Поэтому стандартное определение медицинской модели как бы теряет смысл. Другие люди часто говорят, что медицинская модель – это когда ты лечишь только симптомы, не излечивая причин. И это тоже сомнительное утверждение, особенно если вы посмотрите на размах медицинских интервенций. Очень часто причины исследуются, и иногда для них разрабатывается лечение. Ну, например, возьмем бактериальную инфекцию, которая может приводить к различным симптомам у человека. Иногда у нас происходит палеоативное вмешательство в физическом и психологическом смысле. И, очевидно, мы пытаемся вылечить не только симптомы у пациентов. Мы всегда ищем то сочетание методов, которое позволит получить долгосрочный эффект, даже если мы не знаем причин или еще чего-то там. Я думаю, что в наши дни проходит намного больше коллабораций между специалистами из разных сфер, например, из нейронаук и специалистами по психопатологии. Например, недавно вышла статья в журнале Behavioral Research and Therapy, The Neuroscience of Psychological Treatment. Неронаука дает свои комментарии по поводу психотерапевтического лечения, показывая, что имеется измеримый эффект на функции мозга. И вы знаете, мы должны воспринимать эту доказательную базу. И в итоге то, что делаем мы и такие люди, как Мишель Красс, например, это то, что мы видим в этих данных способ улучшения психологического лечения. И это действительно интересно видеть, как в вашей работе отражаются и достижения нейронауки. Да, я думаю, это отражает время, и я думаю, что это еще один гвоздь в крышку гроба спора медицинская модель против всех остальных моделей, которые там что-то постулируют. Вы просто обязаны иметь интегративную модель лечения. Только тогда вы будете наблюдать прогресс и решать проблемы. Это мое мнение. У меня есть еще одна ваша книга, которая переживает уже, по-моему, восьмое переиздание. Называется она «Патологическая психология». Да, и под заголовок здесь «Интегративный подход». Да, это так. И мы действительно написали... Мы написали первое издание этой книги где-то 22-23 года назад. И мы уже в то время предлагали это. Мы собирались применять это. Интегративный подход для более полного понимания того, что мы делаем. Но тогда это, конечно, было крайне радикальной идеей. Наш издатель сказал «Боже мой, что вы делаете?» «Купят ли инструктора эту книгу? Ведь им нужно обучать». А сами они учились то, что мы назвали принцип китайского меню. Это психоанализ, это бихевиоризм, а это раджерианство. И, например, только их взгляд на, например, тревогу. И далее мы видим, вот здесь психоаналитическое лечение, вот здесь бихевиоральное лечение и так далее. Ну и в конце фармакотерапия. Ни одна из этих вещей не была интегрирована, и ты просто обязан был выбирать что-то из одной колонки, что-то из другой. Например, если ты был студентом. И мы решили, что настало время для интеграции. Да, это важная тема, потому что множество психологов и в Европе, и в Португалии, ну порой просто дезориентированы этими подходами. Люди просто не знают, куда пойти. И одна интересная вещь, как мы все-таки можем различать подходы. Вот вы говорите об интегративном подходе. Но это отличается от того, что обычно люди называют психотерапевтической интеграцией. Вы не просто говорите об интеграции различных школ. Вы говорите об интеграции эмпирических знаний из различных сфер. Да, это так. Что ж, я являюсь членом СЭПИ. Я думаю, что именно эта организация хорошо выполняет функцию вот этой интеграции. Мы, конечно, должны идти дальше. Мы должны интегрировать фундаментальные знания из всех сфер, которые служат нашей цели, включая нейронауку. Да, и до сих пор существуют различные взгляды на психотерапевтическую литературу. И у меня уже выпадала возможность проинтервьюировать доктора Брюса Вэмпела с его моделью общих факторов и контекстуальной моделью. Я просто не могу не сыграть роль адвоката Дияло и не спросить вас по поводу вот этих вещей и что вы о них думаете. Одно из его первых заявлений – это доказательство птицы Додо. Заявление о том, что, в принципе, все школы психотерапии имеют практически одинаковую эффективность в лечении любых расстройств. Как вы на это ответите? Да, вы знаете, это действительно очень интересная точка зрения и способ рассмотрения эффективности. На самом деле, Брюс и я до многих десятилетий мы имеем интересные дебаты по этому поводу. И, конечно, он ведет себя как истинный джентльмен и ученый. Он исходит из истинно научной точки зрения. И эти дебаты могут проходить часами от пункта к пункту. Но моя общая точка зрения – это то, что, конечно, общий фактор эффективности – это, безусловно, важнейшая часть лечения. Даже если это медицинское или фармацевтическое лечение. То есть они важны не только в психотерапии. Мы и сами обнаружили очень мощные данные. В частности, по поводу ожиданий пациента. Например, один из пунктов моей последней лекции – это то, что психотерапевты часто недостаточно используют силу этих общих факторов. Например, во многих школах терапии есть постулат, что очень важно формировать терапевтический альянс. И все в это верят, все в это верят, что очень важно формировать определенные взаимоотношения с клиентом, чтобы он смог принять то лечение, которое ему дается, ну или психологическую процедуру. Но затем психотерапевты часто останавливаются и просто говорят – давайте посмотрим, куда это приведет. Куда приведут эти отношения? По факту же, мы знаем, что правильно установленные ожидания пациента могут крайне сильно влиять на его мысли и поведение, и, конечно, нейробиологию. Почему бы не соединять это в вашей работе? Например, некоторые люди, коллеги, которые работали со мной в Бостоне и которые изучали плацебо, ну, например, такие люди, как Марлин Кирш, они установили те шаги, которые может сделать терапевт, чтобы усилить ожидания. Например, мы можем взять и показать им данные, ну, например, о пациентах, которые уже получили какое-то излечение от этого типа лечения. Мы можем показать им видео, где другие пациенты рассказывают о своем лечении. Мы можем давать им операциональные внушения, ну, как бы включать их в свою работу, сделать это дополнительным модулем, если хотите, в нашем лечении. Но многие терапевты просто ожидают чуда и надеются, что оно произойдет. А что бы вы могли сказать по поводу поздней версии трансдиагностического протокола? Можно назвать это мотивирующим интервью. Ведь в определенном смысле вы очень многое туда вложили. Да, так и есть, и все наши данные, данные наших коллег показывают, что вместо того, чтобы просто ожидать, что человек достаточно мотивирован, мы можем использовать данный опросник. Давайте сами сделаем их мотивированными и давайте тоже включим этот модуль в нашу терапию. Это обогащение терапии. Это удивительно, что буквально несколько лет назад люди удивлялись тому, что нужно активно вмешиваться в терапию. Конечно, изначально мы думали, что это применимо лишь к аддикциям, к поведению, которое приятно, но нежелательно. Но сейчас мы уже поняли, что это очень важно использовать и для эмоциональных расстройств. То есть для неприятного поведения. Людям все еще нужно, чтобы кто-то их вовлекал в преодоление проблемы. Так вот, нам нужны общие факторы, и мы изучаем их, и мы устанавливаем и изучаем важные ожидания и создаем альянс. Но у нас также огромное количество данных по поводу эффективности наших психологических процедур. И как по мне, люди просто порой не понимают то, что хочет сказать Брюсу Вэмпл. Ну или просто неправильно его интерпретируют. Ведь не существует ни одного терапевта в мире, которого бы я знал, который бы сидел с пациентом напротив себя, и этот пациент страдал бы от биполярного расстройства, а на другом кресле сидит человек со специфической фобией, и чтобы он лечил их абсолютно одинаково, как будто общие факторы сами сделают всю работу, и чтобы при этом им действительно становилось лучше, вне зависимости от того, что вы делаете. Так что любой, включая самого Брюса Вэмплда, будет лечить человека со специфической фобией с помощью экспозиций. И мы знаем об экспозиции, мы знаем, почему это работает. Мы знаем механизмы мозга, которые лежат в основе успешного воздействия. Мы знаем, что это не просто привыкание, но это создание новых воспоминаний, и это мы знаем из когнитивной науки, перезаписи и изменения воспоминаний. Мы знаем, что это эффективно из десятилетий исследований, мы знаем, почему это эффективно, и сейчас мы работаем над тем, как усилить эту эффективность. Так что мнение, что нет никаких доказательств, что это эффективно, как по мне, просто наивно. И любая политическая организация во всем мире, когда вы, например, приходите в организацию по работе с ветеранами, или в систему здравоохранения в США, или, может быть, в Англии, если посмотрите на другие подобные системы в других странах, в них во всех существует группы независимых экспертов, которые оценивают эффективность, и которые изучают, что есть определенные интервенции, которые оказываются более эффективны, чем другие, в том числе в контексте уже налаженных терапевтических отношений и ожиданий, и тогда они обозначают их как первая линия лечения. И полно людей, которые считают, что техника не имеет значения. Но в системе здравоохранения никто этому не поверит. Никто не поверит, что ваши интервенции не имеют никакого значения. И заметьте, что говорит Брюс Вампл. Компромиссный момент, который он отмечает. Он говорит, вы должны использовать активное лечение. Он соглашается с этим. И он говорит, что для пациентов необходимо использовать достоверные методики. Необходимо использовать что-то, что действительно меняет его или ее поведение. И он исключает что угодно еще. И он говорит, что все эти условия, и в таком смысле, наверное, другие типы лечения работают одинаково. Да, эти условия миф или ритуал. Да, ритуал, но если вы имеете все эти условия, то вы уже можете сужать способ активного лечения. Так что, вы знаете, Брюс Вампл, когда он видел кого-то со специфической фобией, очевидно, надо использовать экспозицию. Так что я думаю, я думаю, что это просто такой отвлекающий маневр. Хотя у нас, конечно, были огромные дебаты. Однако негативная сторона это то, что множество терапевтов с их предустановками, которые мы все имеем. Ну, не существует терапевта, который думал бы, что он ниже среднего. Все думают, что они лучше среднего. Мы знаем, что это неправда, и Лэмберг написал чудесную работу по этому поводу. И когда он дает им обратную связь, что они делают? Они меняют поведение. Но если спросить, что конкретно они меняют в своем поведении, я думаю, что они просто начинают использовать доказательный метод лечения. Так что я думаю, что во всех этих дебатах, мой взгляд, преобладает. И это очень полезно, то, что вы сказали, потому что вы позволяете нам посмотреть по-другому на эту дихотомию с контекстуальными факторами. Но другая вещь, которая обычно цитируется, это то, что результат все-таки в большей мере определяется контекстуальными и общими факторами, нежели интервенциями, и специфическими техниками. Да, и вы знаете, проблема со всем этим... У нас огромное количество мета-анализов, которые показывают, что конкретные техники, типа экспозиции, когнитивных техник, даже мотивационные техники, раджерианские техники. Огромное число мета-анализов, показывающих, что одни техники лучше других. И это то, что, кстати, некоторые лучше лекарств, а где-то хуже лекарств. И огромное число техник показывают разницу в подходах. И это то, на что опирается здравоохранение. А потом вам рассказывают про эти разговорные корреляции, анализы отдельных людей. И они говорят, что все эти варианты общих факторов, ну типа ожиданий, альянсы и так далее, ответственны за больший процент успеха, хотя на самом деле это очень маленький процент. Ну вы знаете, статистические анализы, они очень сомнительны. Здесь постоянно перемешиваются выборки, результаты. И в итоге получаются какие-то тайные эзотерические знания от отдельных людей. Все из-за различных подходов к статистике. Кто-то говорит, ты не посчитал это, ты не посчитал то, ты не должен был делать это. И в итоге все заканчивается несогласием. В пасфактум получаются слабые корреляционные анализы. Но ведь существуют широкие, большие исследования различных направлений терапии. И они прямо изучают результат интервенции. Я вообще предпочитаю видеографический подход, сфокусированный на индивиде. Прямо смотреть на эффекты. Разберите процедуру по частям, посмотрите на ее ингредиенты, и получится, например, экспозиционная терапия. Посмотрите, почему это работает, посмотрите в мозг. По факту же, никто просто не обращает внимания на эти исследования больше. Говоря с позиции здравоохранения, демонстрация того, что любое лечение одинаково, просто дает разрешение терапевту. И это грустная сторона дела. Ведь в ином случае он мог бы просто продолжить свое обучение и овладеть какими-то новыми эффективными техниками, а в итоге ему просто дается разрешение оставить все как есть. В итоге люди просто продолжают делать все то же самое. Никто не смотрит исследования и не читает книги, но это может стать этической проблемой. Да, да, именно так я и думаю. Конечно, я ни в коем случае не подвергаюсь сомнению мотивацию и этичность таких людей, как Брюс Ламплт, который, опять же, я думаю, очень ученый человек. Но я думаю, что это может иметь грустный эффект и прежде всего для пациента, потому что он может получить не лучшее лечение. Вы упомянули кое-что интересное по поводу своего идеографического подхода, потому что когда люди думают о доказательном лечении, они часто думают, что это получается такое ригидное формализованное лечение. Но я читал вашу работу, и у вас есть, например, эксперимент, сфокусированный на индивиде. Можете ли вы рассказать, как вы справляетесь с этим дисбалансом структуры и гибкости? Да, я рад, что вы задали такой вопрос, и я думаю, что это еще одно недопонимание очень многих работ, которые сейчас проходят. Очевидно, что каждый индивид отличается от другого индивида. И сейчас мы по большей части работаем в рамках такой некой классификации. Мы говорим, что у кого-то фобия, у кого-то биполярное расстройство, у кого-то паническое расстройство, а у кого-то депрессия. И это уверенный способ коммуникации среди клиницистов. Но никто не верит, что это лучший путь классификации расстройств. И сейчас мы стремимся к более измеримой системе, которая включит в себя различные измерения психопатологии. И я думаю, что это важно, что мы выясняем различные индивидуальные характеристики. Мы разрабатываем оценочные процедуры, по крайней мере для людей с эмоциональными расстройствами. Мы оцениваем людей по шести различным измерениям, включая темперамент, способы избегающего поведения, эмоциональный опыт и триггеры этого опыта. И когда вы делаете это, это переходит в очень удобный и гибкий терапевтический протокол, который позволяет индивидуально оценить пациента и дать ему, скажем, лучшую дозу нашего лечения, в зависимости от того, где мы видим дефицит. И я думаю, что это будущее нашей профессии. И я, конечно, был очень критичен по поводу наших собственных методов исследования. которые предполагают такой мамотетический подход, который говорит нам о среднем из тысячи пациентов. Только о среднем. Для него терапия А лучше, чем терапия Б. Для всей тысячи пациентов. Но ведь клиницисты ищут информацию по поводу человека, который сидит напротив них. И, конечно, какое-то среднее лечение здесь не подходит. И любому клиницисту нужна гибкость. И мы надеемся, что наше последнее исследование поможет в этом плане. Да, как задачи или шаги. И, конечно, вы не говорите, что на сессии 1 мы делаем это, а на сессии 2 это. Да, конечно, структура обязательно будет, и мы знаем, что структура эффективна. Но важно то, что она должна быть адаптирована. Адаптирована этим клиницистом, который сидит именно с этим клиентом напротив него. Конечно, это должно происходить гибко. Но где взять эту гибкость? Конечно, у людей, которые только учили эти протоколы. И у них лежит книга напротив, которая как бы и устанавливает различные процедуры. Мы обнаружили, что у них нет просто опыта применения этого к пациенту. То есть они просто как бы читают. Ну, вы понимаете. То есть они как бы не гибкие. То же самое и с диагнозами. И новые терапевты, ну, новички в этом деле, овеществляют, мы зовем это, овеществляют эти диагнозы. То есть как будто эти категории реальны. Но ведь это же просто инструкция, гибкая инструкция. Одна из важных вещей в вашей работе, это, конечно, разработка унифицированного протокола и трансдиагностической методики. Я думаю, нет смысла подробно говорить об этом, потому что люди наверняка уже слышали. Но я хотел бы объединить это с вашими последними интересами, с вашей последней статьей, которую вы написали по поводу нейротизма. И эта концепция, она настолько старая, но вы оживили ее уже в 21 веке. Да, иронично. Иронично, и могли бы вы рассказать по этому поводу немного больше. То есть вы заявляете о необходимости смещения фокуса интервенции с низкого уровня на более высокий, на уровень свойств личности, таких как нейротизм. Откуда к вам пришла эта идея? Вообще, да. Это действительно ирония судьбы. Множество десятилетий назад, когда я был таким же молодым, как вы. И я учился тогда. Тогда все было нейротизмом или неврозом. И все, кто не был четким психотиком, подпадали под эту категорию невроза. И, конечно же, под идеологией невроза было определенное объяснение. Да, и пограничные. Да, это было, ну, тогда это было психоаналитическое мышление. И не было никаких нейробиологических, биологических или поведенческих концепций. И, конечно, вы знаете, что в 1980-х годах термин невроз исчез из номенклатуры, из классификационных систем. Но в конце 80-х я написал книгу про тревогу и тревожные расстройства. И была еще одна статья, которая вглядывалась в сущность эмоциональных расстройств. Где-то 20-25 лет назад. И мне всегда казалось, что эти расстройства очень похожи. И мне казалось, что то, что их объединяет, намного важнее, чем то, что их различает. И классификации заходят слишком далеко в создании вот этих вот подклассов. И то, что они разделяли в те годы, я назвал чертой тревожности, ну, по примеру, Кателло. Но я также заметил в книге, которую я тогда писал, что существуют и другие термины для этого. Например, поведенческое торможение или избегание вреда. И, конечно, все это подразумевало нейротизм. Но, как мне казалось, они также говорили о негативном эффекте, тоже термин, который часто использовался. Но так мне казалось, что они все говорят об одном и том же. Просто у каждого человека своя вариация этой штуки. И тогда мы познакомились с литературой и обнаружили, что в 40-х годах очень многое написано по экспериментальному неврозу. В лабораториях, в основном с животными. И они могли создавать абсолютно тревожных животных, которые забиваются в угол. И здесь действительно есть сходства. И они открыли причины этого, потому что здесь есть ощущение непредсказуемости, неподконтрольности у животных. И они открыли биологические факторы этого. Они открыли, что имеет значение ось НРА в мозге и другие мозговые структуры. То есть были сходства. И даже когда термин нейротизм умер, продолжились исследования в рамках невроза. И когда мы обнаружили эту информацию примерно 6 или 8 лет назад, мы решили, может стоит сфокусироваться именно на этом. На лечении этого, а не на вариациях у различных индивидов. Здесь общий фактор. Здесь общее обоснование. И таким образом мунифицированный протокол стал попыткой разработки набора основных элементов, чтобы позволило нам напрямую воздействовать на нейротизм. Например, возможность контроля времени, эмоциональное избегание. И дисрегуляция эмоций, то, что разделяют все эти люди. И это было началом. И как вы думаете, ведь это достаточно сильное заявление, что какое-то одно измерение может стать основой для всех эмоциональных расстройств. Как вы думаете, как это повлияет на сами интервенции? Ну и в чем, собственно, суть вот этого? Ну, мы, конечно, оптимистически настроены, и только недавно мы закончили 5-летние клинические исследования. Цель была... Мы также назвали эти исследования исследованиями равноценности. С целью посмотреть, является ли унифицированный протокол, состоящий из 5 основных элементов, и эффективен ли он, хотя бы настолько же, насколько эффективны другие типы лечения, которые мы, например, имеем для панического расстройства, ОКР, социальной фобии, для депрессии, для генерализованного тревожного расстройства. Такой же он эффективный, как все эти протоколы. Ну и мы обнаружили, если сказать это в одном предложении, да, это также эффективно. И в этом долгосрочном исследовании кто-то из испытовых получил унифицированный протокол, а кто-то протокол, разработанный специально для них, который соответствует диагнозу, обеим группам стало намного лучше, чем в контрольной группе, но унифицированный протокол был почти так же, а точнее, в принципе, так же эффективен, как другие типы лечения. И было намного меньше отказов от лечения, и испытуемые нашли, что это очень стоящее и приемлемое лечение. И мы думаем, да, это, конечно, одно исследование, выполненное под моим руководством, но мы думаем, что это найдет свое применение, и психотерапевт может использовать эти принципы. И сделать работу 8-10 протоколов с помощью всего лишь одного, это было достаточно сложно освоить, выработать эти принципы, но это будет более эффективно и поможет нам в обучении. Это действительно интересно и заряжает энтузиазмом. Да, это оптимистичное предположение, но мы думаем, что, конечно, дело пойдет намного дальше. Мы подходим к завершению, но я хотел бы вас просить по поводу того, что вы написали в своей недавней книге по клинической психологии. В последней главе вы сделали свои предположения по поводу будущего, по поводу обучения, оценки эффективности. Я буду рад, если вы отметите то, что особенно важно для будущего психотерапии. Да, ты действительно очень хорошо прочел эту книгу. Это всегда удовольствие. Мне самому надо открыть книгу и пересмотреть, что я там написал, ведь я написал это 3-4 года назад, так что не помню, что я предсказывал. Но я думаю, что в общем смысле мы можем сказать, что будущее нашей области базируется на обосновании. Мы все больше двигаемся в сторону доказательной практики. Это то, куда мы должны двигаться. Я думаю, что школы психотерапии это преднаучный эрудимент, который уходит в прошлое. Но он послужил своей цели. И мы обнаружили, что разные исследования показывают, что существуют эффективные техники, взятые из любой области психотерапии. И исследования сейчас показывают, какие конкретно принципы и техники важны и эффективны, а какие нет. И для каких пациентов, и в каких условиях они будут более эффективны. Я думаю, что мы опережаем такой вот тип моды, который мы только что обсудили. Мы интегрируем информацию из всех областей науки психологическое здоровье, психологическое расстройство, психологическое благосостояние. Такая интеграция позволит продвинуть наше мышление, позволит нам сделать шаги вперед. Но наибольшую сложность, конечно, представляют из себя распространение и реализация всего этого. Так вот, как психотерапевт в этой стране, в Соединенных Штатах, мы затрагиваем очень малый процент людей, которые действительно страдают от различных психических проблем, тревожность, депрессия. Очень большая часть людей вообще не получает лечение. А те, кто это получают, часто получают неэффективное лечение, либо лечение лекарствами в неправильных дозах. Но сейчас у нас есть эффективные методы лечения. Мы знаем, как делать это, как оценивать это. Конечно, мы не всегда правы по поводу того, какие они будут. Но самый большой вопрос это то, как донести эти способы до людей, которым они нужны. И это все та же проблема распространения и применения. Она же важна для наших коллег из глобального мирового здравоохранения, которые делают очень интересные вещи в странах третьего мира. Делают гибко и масштабно. Они применяют различные психологические интервенции и получают удивительные результаты, работая в локальных клиниках и пытаясь распространить это лечение. В наших же странах нам необходимы еще какие-то усилия. Но, опять же, стоит быть оптимистичными, и сфера действительно движется вперед и базируется на науке. Нас ждет множество препятствий, которые мы должны преодолеть. Да, много работы. Да, Дэвид, я хотел бы закончить последним вопросом, который я часто задаю и другим людям. Он будет очень прост для такого человека с такой карьерой и с таким опытом, как у вас. Но мне все равно будет интересно спросить, какой бы совет вы бы хотели получить, когда вы сами начинали обучаться и начинали свою карьеру психотерапевта? Ну, на самом деле, мне очень повезло, и у меня были отличные наставники. И мои наставники имели более или менее очень сбалансированный подход. Они оба были клиницистами и учеными. И я думаю, например, своим примером они демонстрировали мне, то надо иметь оба аспекта, надо интегрировать в вашу клиническую работу и ваши исследования. И я всегда делал это. И я думаю, что мне действительно очень повезло, и я думаю, что моя карьера развивалась в очень хорошем ключе. У меня были очень хорошие коллеги, ресурсы, сильная поддержка. Ну, то есть, действительно, я был в хорошей позиции. Может, тогда я должен спросить вас совет, который вы бы дали другим? Да, ты знаешь, я думал... Один совет... Одна вещь, которая сложна для всех нас, это такой подрыв рабочего... ну, или такой нерабочий баланс. Например, баланс между работой и семьей. И мы страдаем от этого. Все, с кем вы говорили. Хотя это были очень успешные и очень талантливые люди. Но мы все страдаем от этого. И я думаю, что если бы я мог дать один кусочек такого структурированного совета, и который бы я сам бы хотел получить, я думаю, мои коллеги согласятся с этим. Чтобы кто-то пришел и показал нам, как это сделать. Как вы занимаетесь карьерой, сохраняете продуктивность. В то же время уделяйте внимание да всем остальным аспектам жизни. Развлечениям, здоровье, семье, хобби. Любым активностям, которые привносят этот баланс. И мы знаем, что в целом ваше благосостояние зависит от этого. От этого баланса. Наши коллеги-девушки особенно страдают от этого. Из-за такого разрыва между семейной жизнью и карьерой, которой они должны посвящать так много времени. Никто не решил этого. Никто не разрешил эту проблему для наших коллег, женщин. Но для мужчин все то же самое. Существуют, да, программы, которые дают пояснения по этому поводу. Лекции, иногда короткие семинары. Я думаю, к этому можно обратиться. Да, такой путь самозаботы. Дэвид, огромное вам спасибо за это интервью. Да, я очень впечатлен тому, как вы подготовились к этому интервью. Я действительно получил удовольствие. И я счастлив шансу пообщаться с вами. Я надеюсь, вы продолжите свою работу и мы когда-нибудь еще увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!